Привет! Наверняка вы знаете, что после каждой тренировки нужно делать заминку, но что это и как это делать, вы не имеете никакого понятия. Если вы узнали себя, то это видео для вас. Заминка помогает нашему организму вернуться в привычный темп работы. Кроме того, она помогает снять мышечную боль. Давайте сделаем ее вместе со мной. И перед началом подпишитесь на наш классный канал и поставьте колокольчик. Давайте! Сразу после тренировки наше тело разогрето. Наша задача на заминке привести наше тело к привычному ритму. Для этого мы начинаем с интенсивных упражнений. Встаем прямо, ножки на ширине плеч. Поднимаем ручки вверх и тянемся, тянемся вверх изо всей силы. Фу, выдох, выдохнули, расслабились. Тянемся, 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 тянемся изо всей силы. Выдохнули, расслабились. Тянемся, тянемся, тянемся. И расслабились. Начинаем делать интенсивно это упражнение. И потихоньку делаем все плавнее и плавнее. Это упражнение также хорошо растягивает мышцы спины. Отлично. И закончили. Чтобы согнать жир живота, от них упражнений мало. Нужно также придерживаться правильного питания. И в этом вам поможет моя авторская программа, которая есть у меня на сайте по ссылке в описании. Это не диета, это именно программа питания, которой нужно придерживаться всю жизнь. Там я рассказываю, как научиться правильно питаться и как оставаться в форме. Поэтому по ссылочке в описании вы найдете мою программу. Итак, переходим к следующему упражнению. Растяжка на трицепс. Мы поднимаем прямую ручку вверх. Заводим ее за голову. И другой ручкой давим на нее назад. Растягиваем мышцу. Можно немножко попружинить. Отлично. И другую ручку вверх. За голову. И пружиним. Можно не пружинить, можно просто замереть. Отлично. Супер. Теперь тянем наши плечики. Вытягиваем ручку. Прямую ручку заводим сюда. И давим в районе локтя. Чувствуем, как тянутся плечи. Очень, очень хорошо тянутся. Отлично. И другую ручку. Супер. Помогает снять напряжение. Очень хорошее упражнение на самом деле. Супер, закончили. Итак, теперь тянем шею. Ручку на пояс. Другую ручку за голову. И тянемся в бок. Тянемся, тянемся. Тянем шею. Немножко назад. И вперед. Отлично. И теперь с другой стороны. Бок. Назад. И вперед. Отлично. Молодцы. Приступаем к следующему упражнению. Выпады. Итак, теперь мы тянем наши ножки и попу. Встаем в положение выпада. Ножку отводим максимально далеко. И так же тянем пяточку назад. Можно немножко попружинить. Плавненько. Можно замереть. Пружинить, конечно, эффективнее. Немножко попружинием. И поднимаемся. Отлично. И теперь на другую ножку. Опускаемся в выпад. Максимально далеко ножку. Пяточку тянем назад. Можно упереться ручками в пол. И пружинием. Отлично. Хорошенько тянутся мышцы. Чувствуем. И поднимаемся. Отлично. Если у вас была тренировка попы, то я предлагаю отличное упражнение на растяжку попы. Итак, опускаемся вниз. Одну ножку сгибаем. Другую ножку ставим на полную стопу. Ручкой давим на колено. И разворачиваемся в бок корпуса. Следующим упражнением мы тянем спинку. Принимаем упор на четвереньках. Кисти под плечами. Ровно. Отлично. Прогибаемся как кошечка. Прогибаем спинку. Голову вверх. Чувствуем натяжение в мышцах. И распрямляемся горбом как кошка. Тянем, тянем прям спинку. Чувствуем натяжение. Классно. Делаем все медленно, плавно. И снова опускаемся вниз. Поднимаем голову. Все движения плавные, медленные. Чувствуем как тянутся мышцы. Тянем, тянем, тянемся вверх. Отлично. И снова вниз. Супер. Это упражнение можно делать бесконечно. И закончили. Отлично. И следующее упражнение, самое любимое для всех из нас. Это просто немножко полежать. Расслабляемся. Ручки в стороны, ножки в стороны. И просто лежим секунд 30. Восстанавливаем дыхание. Успокаиваемся. И уже чувствуем, что наш организм возвращается в привычный ритм. И закончили. Итак, ребята, мы с вами выполнили заминку. Делайте ее после каждой тренировки. Не пренебрегайте. Начинайте в быстром темпе. И заканчивайте расслабленно, плавно, успокаиваемся. Спасибо огромное за просмотр и удачных тренировок. Пока!